Здравствуйте, друзья! У нас в студии гость. Гость сейчас будет представляться. Представляетесь. Меня зовут Станислав. Приехал я из Украины еще два года назад. Откуда приехали-то? С Днепропетровска. Родители Днепропетровска, но я с 14 лет переехал в Харьков в интернат спортивный. То есть вы спортсмен? Да, жил там. И два года назад приехал в Нью-Йорк. Так как там в спортивном интернате-то? Ничего? На тот момент было тяжело. А чего тяжело? Спонсирование плохое было. Кормили плохо что-то? Ну, знаете как. И после каждого ужина мы набирали хлеб и пели хлеб из-под крана воду. Спортсмены. Да. Это вы борьбой занимались? Да, да, борьбой занимались. Какой конкретно? Вольной борьбой. Вольной борьбой. Ну, в интернате удобно там в зале поборолся с кем-то, в коридор вышел через бедро там или как-нибудь. Ну, было такое, что у нас просто в интернате были, как бы главное, это вольная борьба, Грика Римская, боксеры и еще кто-то там. А не было так, стенка на стенку, там, штангисты, там, на боксера. Ну, это раньше было такое. Не, вольники, дзюдоисты, рекоримляне, боксеры дружили между собой и никаких конфликтов не было. А все остальные мы, ну, как-то недолюбливали футболистов, например. Я, когда это самое, начинал заниматься самбо, создатель борьбы самбо Анатолий Арканчих Харламбин, у нас был тренером, и, значит, он очень неодобрительно отзывался вот о таких вот видах бойцов, типа вольный там или там классический. Он говорит, что, Сталик говорит, вот там и пыхтят. Говорит, вот идет на тебя, говорит, вот ты ему раз ногой дал, говорит, по подбородку и нет, говорит, то есть он с точки зрения, понимаете, такой. Ну, он со своей точки зрения. Да, он со своей точки зрения, когда вот там с ножом, с финкой, там какой-нибудь там с табуретом, вот, и там языка надо взять. Конечно, друзья, языка брать в такой, в таком антураже не получается. У меня свое мнение, потому что борцы, если в драке встречается боксер и борец, то по-любому борец выиграет. Почему? Потому что борец может подойти к близко, и тогда у боксера нету движения, размаха. Нет, если будет его схватить. Ну да, схватить. Зато боксер может отскочить. А боксер, да, скакивает. Отскакивает и на отходе стукает. Ну, стукает, а тут, если боксер ногами не обладает, например, не кикбоксер какой-то, борец же может в ноги пройти и повалить его. Конечно, с точки зрения единоборства, бокс как бы совсем пропадает, уже ноги не используются, правда, прямо жертва, типичная жертва борца, который прошел к нему в ноги. Такой раз еще туда отправил. Ну, всякое бывает, да. Но я как бы был самый спокойный. А в интернете вообще выпивают там? Ну, говорят, спортсмены не пьют, но у нас все спортсмены пили. Так. А я очень редко там за компанию, только когда праздник какой-то или что, было такое, что, да. За Украину удавалось там день медаль какую-нибудь получить? За Украину, да. Я на множество турниров выступал международных и в 2009 году выиграл Украину, тогда. То есть, а чемпионат Украины, да. Прямо по какому-то обществу спортивного или вообще так глобально? Вообще глобально. Так вы на мастер спорта? Да, получил мастер спорта, и мне выпалось, я поехал на Мир, в Турцию, на чемпионат Мира. А Европы? А у нас такая система, что кто первый едет, то есть, кто первый выиграл, тот выбирает. Или он едет на Мир или на Европу, а второй номер уже едет на Европу. Понял. Ну, как вы на чемпионате Мира, как? Я стал третьим, там, третье место занял. Чемпионате Мира? Да. Такие люди, знаете, а Киеве изучают. Понимаете, пришло такое, что надо. У нас тут спортновка, друзья, и что в Голливуде, знаете, вот тут есть у нас голливудские совершенно образы. А есть, пожалуйста, там, чемпионат Мира. А в каком весе-то вы? 66 выступал. Ну, мой вес стабильный был 73, где-то 73-72. Что, согнали 5 хилл? Я, и у нас такой вид спорта, что постоянно надо гонять, и я на каждое соревнование гонял на такие. Украина, там, без допуска, у нас на любые другие допуски из 2 килограмма, то есть 68. И мне надо было гонять 5 килограмм или 6, а на Украину или 7, или 8. Так, сидишь в бане и потеешь. Да и в бане, и тренируешься, бегаешь, там, борешься, надел себя очень много одежды и потеешь. Ну да. И снимаешь. Воду сгоняют. Да, и потом выкручиваешь. Потом на весы встал, ему говорят, бум, пошел и выпил 2 литра. Ну, типа того, ну, нельзя сильно много пить, потому что наливаешься жидкостью и на следующий день может быть опухшим. А травматизм есть там реально? Да, да, есть травматизм. Ну, по большей мере уши страдают, у меня шаломные уши. Да, тут гость мне привез такую, знаете, на уши фигню. Не знаю, как по-научному называется. Но чтобы... Наушники. Наушники, чтобы не отодрали тебя во время борьбы. Но вы знаете, что я наделал, походил секунд в 30, потеют уши. Да, очень потеют уши. Можно вообще спутными ушами сейчас крутить все вместе. Я не знаю, что уши потеют. Нет пока более совершенной системы, видимо, или на Украине, там, может, им не додают. Это я заказал наушники, тут в Америке это популярно. У нас в Украине и в России не очень популярны эти наушники. А вот тут вы тоже боролись как-нибудь или так? Нет, я в 2009-м получил травму, у меня был тромб. Подождите, это же не травма, это просто заболевание или как? Ну, нет, нет, травма, как врачи говорят, что был какой-то удар. Маленький. И в эндотелии там проходит, где в артерии, там оторвался и начала тромбироваться рука. И начала тромбироваться. Ну, вот так, я на Мир съездил, потом еще, как бы, оно болело, но потом прошло. Я еще ездил на Кубок Мира в Хасавюрт где-то в октябре 2009-го года. Это Чечня? Да, Чечня. И потом, когда там боролся уже, у меня рука, можно сказать, отказала, что я не мог ей нормально функционировать. Нет, ну, потому что так нельзя, ну, что ж такое? Ну, жизнь такая была, конечно, но нельзя. Слушайте, а вот спорт современный, да, такой, там как-то более-менее по-честному или масса такого подковерного, подлинненького, грязненького, как там с этим делать? Нет, больше современного, современного. То есть, по-чистой, чистой, чистой. Да, чисто. Ну, смотря, если брать 2004-2000 год, то на Олимпийских играх именно, например, кубинцы очень преимущество брали в больших весах и небольших весах и продавали сладко, потому что они, ну, очень сильные были. И там, например, он... Именно в борьбе. Да, он, например, в финал вышел, и тот, кто с другой стороны вышел, в финал тоже, продавал сладко этот кубинец, потому что тот не имел шансов выиграть у него. И все. А на кубе это хорошее день, потому что... А какие, какой масштаб там, сумма? Ну, я точно не знаю. Наверное, ну, может, где-то 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов. Ну, да, потому что на кубе, если даже выиграл кубинец первого места, ему практически ничего не дадут на кубе. А тут они хоть и зарабатывали как-то. Я помню, знаете, время, я еще пацан был, не могу сказать точно, какие годы, но вот, может быть, 60-е, 70-е, советские тренеры на кубе поставили бокс. И там они просто мили все подряд. Я про борьбу никогда не слышал, чтобы кубинцы были сильны именно в борьбе. А вот бокс, я еще помню с тех лет, уже 50 лет прошло, вот они просто выходили там такие, как вот там, Теохилла Стивенсон, там, боже, что народ слышали? Ну, неважно, просто молотили все, вот так, в крае бума нет, человек. То есть, просто что-то невероятное было, да. Ну, да. Ну, что же, хорошо. Давайте к Америке. Как вы в Америку-то? В Америку, ну, как, я приехал по студенческой визе еще в 2015 году. А лет вам сколько? Мне 27. Ну, вот еще молодой совсем, да. Так, значит, в 25 вы приехали. В 25, да. Учить английский или что, учить? Да, английский учить, потому что я не видел другого варианта чем-то заняться в Украине. А почему вы не стали тренером? Это же все возвращается к той болезни. Потом у меня же был тромб, его удалили не очень хорошо. И, получается, тромбы пошли в руку, удалили их с руки и пошли еще в голову. И я был, как бы, инсульт получил. Инсульт был? Слушай, вы какие ужасы рассказываете? Уже не захочешь ребенка, чтобы он там борьбой занимался? Ну, да. Не, ну, это такое случается, ну, редкость, конечно. Хорошо, был инсульт дальше. Ну, в коме я лежал 3 месяца, получается. Через 3 месяца вышел, как бы, начал восстанавливаться. Восстанавливался там 4 месяца. И более-менее еще поехал из Днепровска. Это все было в Днепровске, в моем родном городе. И поехал в Харьков доучиваться. Я знал, потому что там... Доучиваться на что? А я учился на инженер-механика. Но это образование шло, как бы, по спорту. Мне там помогали серьезно. То есть вы больше за них боролись, чем там изучали? Да, да, я больше боролся, чем изучал. Ну, как бы, сам я ходил и изучал что-то. Ну, хорошо, так. Но потом я, как бы, это забросил. И когда восстанавливался, ну, я писать не мог нормально. Даже сейчас есть проблемы с письмом. В итоге вы закончили? Да, я закончил. Потом поступил еще на экономический факультет, в экономический университет, в политехнический. Мысль о том, чтобы ехать в Америку, сложилось как? То есть что вас побудило? Вы дома? Может быть, родители там же, братья-сёстры? Нет, это все мои. Мне никто с мыслями не помогал. Я не об этом, но есть какая-то база, что ли. Ну, какой-то, ну, я не знаю, круг. И вдруг вы в одиночку из этого круга куда-то ради чего? Получается, весь круг мой общества, ну, все знакомые были в Харькове. Потом я закончил университет, и надо было переехать. Потому что, ну, с общежития в Абагане, можно сказать. И я переехал в Днепр-Отроцк, и там еще началось же в Украине этот Майдан 2013. И я думал, все будет лучше. Но как бы лучше не становилось, и в 2015 я решил, что надо уезжать с этой страны, что новую жизнь начинать куда-то. Я думал сначала о Канаде, а потом как-то приглянулась мне Америка, и я там программу нашел. А вы до этого уже поездили по свету, да? Ну, я только как бы на экскурсию ездил по Европе только. А на соревнования? На соревнованиях небольшого нету такого было популярности. Я только в Турцию ездил и в Венгрию ездил на соревнования. Ну, и в Россию, и все. А самостоятельно я ездил по Европе, в Шри-Ланку съездил. Как там в Шри-Ланке-то? Ну, очень классно. Друзья, едем в Шри-Ланку. Девчонки симпатичные там в Шри-Ланке-то? Ну, я не знаю, я с девочкой ездил, и я не сильно обращу внимания. Ну, можно погуглить. Да. Хорошо, так чего дальше? Ну, потом, как бы, в 2015-м я с девушкой разошелся, и решил уехать из страны куда-то. И обратился в компанию, которая занималась выездом, ну, по учебной визе. А вы скажете, какая-то программа есть? Вот это она? Да. Не она, ну, как бы, у меня были образования, и там указывалось, что если у вас есть образование, они могут тут устроить, как бы, на курсы, и придут всякие документы, подтверждающие, что вы едете, ну, едете на F1, на учебную визу. Да. Ну, и все, как бы, я, пришли мне документы, я подготовился к посольству. Вас не должны были сильно мучить? Вы же ездили, у вас, да? Ну, типа, да, у меня было, там, 5 или 6 виз, и, ну, я все равно, как бы, волновался такого, но просто перед этим я слышал, что кому-то не дают. Ну, мне дали с первого раза. А денежка какая-то у вас была со старых времен, или вы были совсем безденежны в этот момент? Нет, я, как бы, заплатил за эту программу, 2000 долларов надо было заплатить. Так. И приехал сюда, 4000 долларов было у меня. А за учебу? За учебу, и мне назначили сначала в Майяме университет на учебе, но там были огромные цены. Я приехал в Нью-Йорк и перевелся в другое учреждение, там, учебное, что я платил 700 долларов за, получается, 7 недель. Ну, по 100 долларов за неделю. Ну, все равно где-то их надо брать. Нет, но потом я устроился, да, наработав, узнал всю сложность Америки. Через эту сторону? Да, в русскую бейкере устроился. Вы... Ну, как бы, я не знал английский. Английский, да, не знал английский. Ну, походил там на курсы, но такого, чтобы разговаривать, не было. Поэтому в русскую бейкере пошел. Да, и все, как у всех эмигрантов, я так... В русской бейкере можно там подъедать что-то у них? Да, можно все есть, что они готовят, но нельзя выносить. Ну, уже хорошо. Ну, я умудрялся выносить все равно. Ну, не для торговли, а так... Да, для себя. Я приносил всякие торты, но торты нельзя там есть и выносить, как бы. Я приносил их в учебное заведение, где я учился, и приносил туда на курсы. Ну, хорошо. Значит, то есть вы как бы повышали свою ставку выносом, так сказать, провианта. Так, хорошо. И каким образом вы легализовались, если не секрет, конечно? Я почти 9 месяцев отучился в школе, там подавал деньги туда, получается, и в августе прошлого года я подал на политическое убежище. Год назад с небольшим. Так интервью подавали что, в Нью-Йорке или где? Да, в Нью-Йорке подал. То есть вы не переводили кейс в Калифорнии, вы сейчас отучитесь, уедете? Да, я думаю, я уеду. А вы все как бы сам по себе, там, как перст. Да, я все сам по себе. Ну, как есть там знакомые, но... Вообще, не встретили там любовь, морковь какую-нибудь? Нет, не встретил. Ну, на этот счет, Нью-Йорк там богатый молодежью, очень много, да, молодежи. Хорошо, что же, а как вы к нам попали? Я еще в Украине, когда собирался в Америку, наткнулся на ваш канал и начал смотреть вас. Сами или кто-то посоветовал? Сам, все, сам. И, получается, начал смотреть. И потом я, когда уже был в Нью-Йорке, опять мысли ушли, что, может быть, попробовать тестирование. И как бы я взял первоначально курс онлайн. У нас же? Да. Ну, я отучился онлайн, но видно, что было не очень так... Потому что у меня было времени на обучение самостоятельно. Я работал на мунинге, а там нестандартный график. Ты приходишь или в час, или в ночь, или в 12 ночи, но, может, придешь в 4 часа ночи. То есть вы, закончив этот курс, не чувствовали себя уверенно? Да, я не чувствовал уверенно. Я, с самого начала, я знал, что я, может быть, не буду чувствовать уверенно, и я отложил деньги. Я их все время отложил, даже когда и не готовился. И, получается, я отложил достаточно суммы и сюда решил приехать. Хорошо. Вам должны были делать скидку в размере. Да, да, тысячу долларов. Хорошо. Значит, теперь... А вы уже скоро где-то вот вот заканчиваете, нет? Нет, у меня только завтра Минтер будет. Подождите, когда группа началась, ваша? 4 октября. А, я понял, то есть вы вот в этой группе. Да, да. Ну, хорошо. Значит, 4 октября, соответственно, вы месяц проучили. Сегодня 3? 3 ноября, да, или какой сегодня? Сегодня 3, да. 3, ровно месяц отучились. И что? Ну, я чувствую, ну, хорошо. Ну, много информации, что надо изучить по JavaScript. Точно, мы легкие вообще, ну, как бы выучил HTML быстренько. А вот JavaScript, там много информации, надо смотреть и учить. Ну, просто делать надо потихонечку. Когда делаешь, так и получается. А все остальные такие. Не очень сложно, потому что я до этого учился. Тестирование, Саша, такая интуитивная дисциплина, правда? Ну, да. Вот когда люди борются, я понимаю, что когда они уже хорошо борются, они, может, не думают, как-то у них, естественно, получается. Да, потому что когда я смотрю на телевизор, например, мне там надо, например, человеку дросить ноги, а у меня ноги сами, ну, рыбки не делаются. Ну, вот когда начинающий борец, он, аналитика какая-то есть у него в сознании, или он должен как-то чувствовать, или вот... Должен анализировать это не то, что бездумная какая-то борьба. Ну, просто я 8 лет начал бороться и ходил на борьбу. Конечно, по детству я там не думал, что делаю, но когда подзаслил уже, ты должен думать и знать соперника, что он может делать. Ну, как и вдруг у нас то же самое, правда, немножко надо думать, а потом уже смотришь, вроде само пошло. Да, как можно ситуация пройти в этом или в том событии? Вот Харлампия, кстати, он утверждал, что борец должен соображать хорошо. И я учился тогда в математической школе, и вот ему там дали помещение, он там вел секцию, и вот ему говорит, а чего вы... Вот в математическую школу, он говорит, думает, что там на мышцах все держится, нет, ведь соображать не надо. Я говорю, вот, интересно. Ну, что же, так план какой? То есть вы сейчас отучитесь? Пойдете на практику в компании? Хорошо. А у вас машина есть или там есть, или как вот с автомобилем? С автомобилем в Нью-Йорке по большому счету не надо, там очень транспорт хорошо развит, и мне не надо там машины. То есть вы в Америке, в принципе, не водите? Ну, у меня есть права, я сдал на права, все, в Нью-Йоркске права есть, но у меня не было. То есть, скажем, что случится вскочить и поехать, вы как бы не то что... Ну, я поеду. Без опыта, да. Ну, не, у меня есть какой-то опыт, я же в Украине, у меня есть опыт в Украине. Хорошо. Ну, не тянет вот там, в Харьков, там, в Днепропетровске? Первый год, полтора, тянуло. А потом это все проходит и как бы уже не хочешь. А вот какие-то знакомые, друзья, там, я не знаю, вот связи прервались или как-то все равно есть? С многими, ну, я с большим количеством людей общался там, но все люди, которые были близки мне в Харькове, и даже, ну, в Днепре, там, есть один человек, что я с ним с первого класса вместе, мой друг. Я с ним поддерживаю и с четырьмя человеками поддерживаю, с Харькова, у меня были такие близкие. Но они тоже норовятся сюда, двинутся? Нет, один друг не хочет, второй тоже не хочет, у них все устраивает. А остальные хотят, вот так, многие хотят. Ну, а вот у вас нет мысли там, как бы, невесту с родины, вот что-нибудь такое, мама что говорит? Невесту с родины, нет, мне нет такой мысли. А мама говорит, давай, дерзай, ну, я боюсь, ну, я не хочу приезжать, говорит, нет. А вот если, допустим, а вы, а вы можете, например, там, скажем, открыты к тому, что у вас может быть там, скажем, жена, ну, я не знаю, не говорящая по-русски, там, по-украински, откуда-нибудь, я не знаю, там, из Китая. Ну, нет, из Китая нет. Так, откуда? А вот из Румынии. Из Румынии нет. Ну, вот так. Может, нечистокромного американка, потому что американки у них mind, mind другой. Да, да, да. И образ мысли другого. Да, у них, получается, они не понимают некоторые шутки наши, например, менталитет. Искрометные особенно, да. Я был такой, ну, если касается, может, американки, итальянки, итальянки хорошие. Я понял, а вот у нас тут в школе, например, я не знаю, может, вы не видели, но поскольку на большом промежутке времени наблюдаем, у нас невероятные совершенно есть такие девочки из, например, Киргизии, или Узбекистана, или Казахстана, вообще глаз не оторвать. А я живу, снимаю комнату, и моя соседка там с Киргизии. Ну, да, или вроде бы с Киргизии. Ну, нормально, хорошо. Ну, ладно, ладно, а вот есть что-то такое, что в Америке, ну, очень-очень нравится? Вот что вам тут очень нравится? Мне нравится, что за людьми следят, как бы, если, если ты эмигрант и получил политическое убежище, но это касательно Нью-Йорка, то ты можешь обратиться в любой госпиталь. Вот у меня делали месяц назад операцию, я, как бы, все сделал, и бесплатно. И, ну, это, я не говорю, чтобы все так делали, но какой-то... Ну, если нужно, то сделаем. Да, какой-то есть бесплатная помощь. То есть есть, как бы, человек перекрытся социальными. Да, но все остальное, там, на Велфер идти или что-то еще подавать, я не советую, потому что, ну, как бы, это не... Не в качестве советов, вот лично вы, вот что вам здесь нравится? Хорошо, люди присмотрены, то есть, как бы, общество достаточно гуманное, да, еще что-то. Ну, мне нравится, что очень большое соответствие цены и продуктов, что ты даже на минимальную зарплату можешь прожить. Нереально сделать, если тебе никто не... Я понял, сравниваю. Да. И из того, что не нравится, вот что бы вы изменили, если бы, вот, вам сказали, меня еще хочешь давать? Ух, я не знаю, что такое, но мне не нравится, когда надо звонить по телефону куда-то, его и снять отношения, там, ждешь ты по 20-30 минут, там, в ожидании, типа, подождите, вы следующий на линии. Я думаю, ну, такое бывает, да, если решаешь какие-то проблемы. Хорошо, а вот вы в Нью-Йорке жили, вы смотрели, может быть, какие-то серии, там, есть такой сериал «Стар Трек». Нет, нет, не смотрю. В общем, там, такой инопланетные всякие дела, и там ходят, ну, эти персонажи, они какие-то совершенно, вот, с разных планет, такие все разные. И мне иногда Америка вся этот «Стар Трек» напоминает, вот, особенно Нью-Йорк, когда ты идешь по улице, и все разные. Да, в Нью-Йорке очень разные. И такие, и такие, и такие, и такие. И вот, вот это разнообразие, оно у вас вызывает, как бы, опасения, или восторг, или, вот, вот, какой вы думаете, боже, что, кто все эти люди, откуда они вообще взялись? Нет, такого, какого-то опасения нет, потому что, с кем бы я ни общался, там, все нормально отзываются, хорошо. Некоторые говорят, ох, если ты попадешь в черный район, там, то тебя убьют, или что-то такое. Я там нормально общался с черными и с другими. Там есть районы, в Бруклине именно, там, где все, ну, как бы, все, то, волосы разные цветом, там, там, пробит, ну, как их, их называется. Меньшинство всякие сексуальные? Ну, не меньшинство, нет, сексуальное меньшинство, то тоже есть, но там все такие хиппи, хиппи, хиппи есть. Вот этими руками в твоем возрасте хипповал, да, ну, так чего они хиппи? Так одни тоже нормальные, все нормальные, но бывает, там, большинство, там, большинство людей не очень любят общаться, такие есть. Хиппи? Ну, не хиппи, а вообще люди. Есть необщительные. Да, и меня напрягает то, что есть в Нью-Йорке большинство китайцев, китайцы, которые мало знают английский, вообще пару слов знают английского или вообще не знают. А если, много я мексиканцев встречал, что вообще не разговаривают в английский, это очень такой популярный, да. И я знаю еще, что на Бруклине, на Брайтон-Бич, русские тоже не знают английского, там, некоторые живут в своем комьюнити и даже никуда не выезжали, ни в Манхэттен, ну, никуда не выезжают, только живут там. Чтоб в Америку не ходим, говорят они. Ну, да, и вообще не ходим, зачем мне английский тут, а не только по-русским, там, такая маленькая община. Ну, вот, с точки зрения, там, скажем, в Нью-Йорке, там, пойти, там, не знаю, сало прикупить, или там, ну, че там, чай грузинский, там, да, нет. Ну, вот, русский магазин, как бы, да, да. Там хорошо с этим делом. Да, вот, там хорошие продукты в русском магазине. И у меня впечатление такое, что, вот, если ты питаешься с русского магазина, тебе это дешевле обойдется, чем с американского. Не знаю, ну, я покупал, знаю, что сыр стоит, там, вроде, 5 долларов за паунд, 5-6 долларов за паунд. Что недорого. Да, потом и колбаса всякая различная. Есть, я брал докторскую, например, тоже 4,20 за паунд. Дешевле такое. Хлеб там свежий, выпеченный, я брал, что-то, 3-4 доллара. От 3 до 4 доллара. Там очень много сейчас товаров с Украины. Там дешевле оттуда везти. Нет, да. Да, и очень-очень много, и конфеты, и печенье, и торты, вот эти вот порошенкоские. Да, там есть торты, и печенье, все, что хочешь есть. Все, что с Украины. Соскучился, например. Ну, я там постоянно сладко. Горелка е. Я постоянно сладкое покупал, потому что американское сладкое, ну, какой-то не такой, может быть. Непривычное для нас, я согласен, да. Мы вот, если шоколад какой-то берем, то мы берем немецкий, швейцарский, бельгийский. Ну, вот, с Европы это лучше, чем американцы. Здесь еще много сахара кладут. Ну, да, вот какой-то сильно сладкий. Сильно сладкий, да. Что-то не жалко сахара для людей. Все для людей, все для создания клиентуры фармацевтической промышленности. Ну, да. Со временем. Ну, что же, хорошо. А вот ребята нас смотрят со стороны, так, и вот думают, Америка, а чего такое надо знать, например, что вот лучше знать, чем не знать, и там оказаться в непонятной ситуации. Вот есть что-нибудь такое из вашего опыта, может быть, о чем надо предупредить? Если едешь по изучению языка, то ешь, и надо не общаться со своими, а сразу ехать куда-то там. В дикое место. В дикое место. Типа такого. Типа Нью-Йорка. Нет, в Нью-Йорке там очень много, там сложно с английским. Ну, там не много общаются по-английски. И я даже не знаю, какой совет дать. Есть анекдот такой, как стоят, значит, два русских эмигранта, там, где-то на Брайтоне. И говорят, ну, как вот, конечно, трудно без английского. Как жить без английского? Конечно. И тут машина останавливается, там, американец высовывает голову и говорит, там, что-то по-английски. Ну, как проехать, там, что-то спрашивают. Они, мол, говорят, да. И он и уехал. И другому, ну, один мужский другому говорит, ну, что, Яша? Помог ему хороший английский. Вот еще такая ситуация, если кто ищет работу, например, то много я сталкивался, что звонишь и говорят, нет, нас сейчас, типа, занятно, но мы вам перезвоним. Или другая ситуация какая-то, и говорят, что мы вам перезвоним. Ну, они, значит, никогда не перезвонят. Это нереально совершенно. Значит, они никогда не перезвонят. И не надейся. Нет, ну, мы перезвоним, это значит, чтобы ты не приставал к ним. А он говорит, все, понял, все, мы тебе перезвоним. Ну, да. И, значит, ну, разговор закончился. Надо просто перевод правильный. Да. Когда тебе говорят, how are you? Да, значит, перевод, who cares? Ну, то есть, кому-то нахрен нужен. Ну, да. Ну, и, значит, начинают рассказывать что-то. Что ты разве, тебя никто не просил? Тебе говорят, how are you? И говорят, I'm fine. Ну, это да. Большинство американцев там и иммигрантов, уже просто функционально говорят, hi, how are you? Hi, how are you doing? И они имеют в виду это. Привет. Привет, да. И они не спрашивают, как это дело. А если ты начнешь спрашивать, там у меня все хорошо. Да, да, не дай бог, не дай бог. Их не очень колышки. Есть еще одна деталь. Один и тот же человек, встретивший вас в течение дня, там, скажем, пять раз, с большой вероятностью пять раз вам скажет hi. То есть не то, что ты с утра, как у нас, да, поздоровался. И до конца дня ты уже все. А на завтра пришел опять руку пожал, там, привет. Я опять на целый день хватает. Здесь не так high, это просто high, это можно, да. Это не то, что, говорит, харассмент. Ну вот, или там предлагают что-то, намекают на что-то. Такое приветствие. Ну, мне еще понравилось, что большинство, где я сталкивался, очень приветливые люди и помогут. Я там даже где работал, у меня что-то не получается там, то люди пытаются помочь. Не надо бояться просить о помощи. И, может быть, не совсем удобно вам предлагать, но они ждут, что вы попросите, и радостно побегут помогать. Насчет улыбок вот этих вот, тут один дяденька был из такого дремучего места, не будем называть, откуда он там приехал. И в первый же день он попал в кафетерий, в кафешок, так он попал, и потом мне говорит, ты представляешь, что там на раздачке мексиканочка одна стояла. Я говорю, что, так улыбалась. Я говорю, как улыбалась? Он говорит, ну, если бы у нас так улыбалась, снимай передник, пошли в кусты. Нет, тут принято у них вражение. Они, о кустах мысли не было, друзья. Просто улыбается. Когда принято улыбаться. Приветствоваться. Не как у нас, меня чуть раздражало, потому что я жил в русском бюлдинге, и получается, за все время, сколько я жил там, никто никогда не здоровался со мной первый. Один я здоровался со всеми. И получается, если я куда-то в американский захожу, где там одноязычные, то они здороваются постоянно. Ну, здороваешься, они там спросят, например, как дела. Я, например, в лифте там ездил, он заходит там, привет, как дела, значит, на это рассказывали, разспрашивают такое. Даже они в баре, если я захожу, они очень прелестенны. Но когда в русском бюлдинге, вы первые им говорите там, здравствуйте, они отвечают? Некоторые, такие, кому за 60, не отвечали. Вы такие, как я? Ну, каких 60, где-то 7, все такие, типа, мимо ушей. А другие, помоложе, они все отвечали. Здравствуйте, там, и все. Да, ну, вы знаете, вы должны там не отвечать. Здравствуйте, это не отвечает. Вы скажите им, третьим будешь? Так? Сразу. Тогда, может, проснуться интерес. Третьим будешь. Третьим будешь, да. А к чему третьим, да? Или, ну... А вы не знаете этого? Нет, я не знаю. А, ну, просто в СССР люди, когда хотели выпить, они собирались втроем, скидывались по рублю, 2,87 стоила бутылка. Они скидывались по рублю, брали на троих, на троих ее распивали. Поэтому вопрос, третьим будешь, означало, что двое уже есть, там ищем третье. Это я не знаю просто. А, окей. Я думаю, может, какие-то различные ситуации будешь... Друзья, как меняется, как меняется... Менталитет, молодежная. Менталитет, эко-система, в которой мы живем. Да. Ой, господи. Ладно. Ну что, давайте мы тогда вас отпустим. И, граждане, если есть вопросы, конкретно вот к нашему гостю, так вы напишите в комментарии. А он берет на себя повышенное обязательство, прочитать и ответить. Я постараюсь ответить, конечно. Правда, есть еще, знаете, я заранее могу сказать, что многие спрашивают, как вот с карьерой тренера в США. Вот там есть и борцы, и боксеры, и штангисты. Пишут люди вот и говорят, а можно ли вот там тренером где-нибудь устроиться? Если хочешь, то можно. То есть работают люди? Да. Это говорят только слухи, что нереально. Но если человек хочет, то он может устроиться. Я тоже знаю, практически все, кто хотели, все работали. И в школах работают, учителями физкультуры. У меня один приехал из... Из Мэрилэнда. Откуда вот он там был. И вот, значит, в обязанности учителя физкультуры в школе ходят разнимать драки, когда афроамериканцы там дерутся. Или с собой, или с мексиканцами. И вот когда его уже второй раз пронули, вот, тогда так он вот к нам пришел учиться. То есть можно и учителям физкультуры легко, то есть там такой работы много. А еще, да, ну это я так шучу. А был раньше тренером по гребле. Не помню, из какого города, но вот был по гребле. Из Балтимора он был. Из Балтимора. Ну что, ладно. Давайте так, значит, мы машем так рукой, и говорим пока. Пока, ребята. Счастливо. Пока.